Саламу алейкум, рахмату ла и баракату, дорогие братья и сестры. Вы давно меня просили сделать новое видео со Сарфазратом, спрашивали, почему его нет, он был в Умре. Мы желаем, чтобы Всевышний принял ваши поклонения, дорогой шеф. И сегодня мы поднимем такую тему, что в нашем поколении, в больших городах, в современных городах, дети все больше попадают под влияние греховного поведения. Это и курение, это и выпивка, и наркотики, и сейчас уже реклама агрессивная в социальных сетях. Как телефон откроешь, все выпрыгивает оттуда, призывы к непотребному поведению. И этот искусственный интеллект, который все больше вторгается в жизнь, вот эти яркие картинки, видео, клипы, которые... Вы понимаете, с каждым днем все больше нашими детьми будет заниматься искусственный интеллект. Нашими детьми будут заниматься всякие наркоманы и люди, у которых разваленные семьи, и которые занимаются всяким непотребным развратом, отклонением. Вы посмотрите, современные, пожалуйста, в Европе уже министры, премьер-министры, открытые ЛГБТ. Друг на друге женаты. И это все больше будет через социальные сети вторгаться в сознании наших детей. Рогой человек, как в современных условиях, на ваш взгляд, можно детишек от этого удержать, уберечь, и больше привязать их с отцами. Благодарим Аллаху, что нам дал возможность напомнить нам об этой теме Куана, воспитания детей и тому подобное. Мы всегда что-то требуем, у всех Руслана, своих детей, но сами этого не делаем. Часто такого бывает. А мы должны понимать, что родители – это как зеркало для своего ребенка. Поэтому невозможно сказать, например, своему ребенку «не кури» в тот момент, когда родитель сам куриет и говорит, «Вот ты говоришь, не кури, или если пьяном, а сафаром, а домой кто-то возвращается». Или кто-то намаз не читает, а дети говорят, что читают намаз. Или сам Кур'ан не читает, но дети позволяют читать Кур'ан и ругают, и так далее. И потом еще удивляются, почему они не хотят изучать Кур'ан. Поэтому, аль-хамдуля, мы должны быть, во-первых, в первую очередь, примером для своих детей. Поэтому после того, как мы поняли, что дети – это великая милость, мы также должны понимать, что это большая миссия, ответственность присутствующая милость. Поэтому самое, что лучше мы можем, аль-хамдуля, дать своим детям, и в этом нету сомнений, это хорошее воспитание. И мы не сможем дать хорошее воспитание своим детям, если это не будет именно основано на нашей религии, на Кур'ане, на сумму пророка Мухаммаду, как говорят ученые. Или ты будешь воспитывать своих детей согласно Кур'ану или сумме, или улица, интернет их будет воспитателем, их будет родителем. Поэтому, в первую очередь, когда пророк Мухаммаду, даже своей дочери, дочери Фатфы, обращался, «Я бинти инни ля уни ля каминаллахи, я бинти инни ля уни анки миналлахи, чай, о моя дочь». Я поистине, даже будучи пророком, будучи посланником, не смогу тебе ничем помочь. То есть ты должна сама, как здесь наставление посланника Аллаху, изучать религию. Ты сама должна, аль-хамдуллах, изучать халяда и халама. То есть, дорогой человек, получается, лучшей защитой для ребенка является, если привязать его сердце к Аллаху и Кур'ану. Потому что, если не будет привязано сердце к Аллаху и Кур'ану будет привязано к чему-то другому. Потому что родители же, они не могут постоянно с детьми говорить. Они выходят на улицу, в университет, в школу. И если сердце не привязано к Аллаху, то оно попадает под влияние других игроков, которые играют с сердцами детей и подростков. Обязательно. Это, знаете, Руслан, как кирпичик за кирпичиком. То есть, самое главное, должна быть атмосфера дома, атмосфера в школе. То есть, посмотреть атмосферу, если дома, например, там постоянно по телевизору какие-то, скажем, серианы, музыки и так далее, какие-то нехорошие вещи, то, конечно, в этой атмосфере будет жить ребенок. Тогда тяжело что-то попросить добиться от своего ребенка. Если в атмосфере будет Кур'ан, например, альхамдулля, то же самое, я всегда говорю, альхамдулля, бащер, то есть, можно подключить с путем карты, где можно онлайн видеть намазы в мейке, витине. Альхамдулля, пришло время, альхамдулля, да, отец бывает на работе, мамы читают с твоими детьми, или когда отец вечером приезжает с работы, вместе с джамаатами читает, альхамдулля, Кур'ан читает вслух, когда намаз читает вслух, альхамдулля, то есть, тут же и у детей спрашивает. И найти, самое главное, хорошего преподавателя у своих детей. Поэтому невозможно просто так детей отдать, преподавателю все сделать из моих детей, ученых и так далее. Альхамдулля, это как кирпичик за кирпичиком должна быть атмосфера, альхамдулля, потому что он может у учителя, альхамдулля, учить, возвращаться домой, то есть, он будет расти ребенок, то есть, здесь одна атмосфера, дома другая атмосфера. Дом мат, перемат и так далее, если нет намаза, нету Сухаму, Кур'ана, а тут у него, альхамдулля, учитель упрямил Кур'ан, он будет как бы непонимаемый ребенок в голове, то есть, некое такое сопротивление. Поэтому, альхамдулля, атмосфера домашняя, такая же должна быть как-то атмосфера с преподавателем футболуса Кур'ана. Можно я поделюсь небольшим опытом? Дело в том, что наш дорогой шейх Асхат, он же мой учитель, в делах праведности в Кур'ане, и я, как его ученик, взял небольшую группу Кур'ана. Шейх Руслан, вы очень... Преподавание Кур'ана для детишек. И вы не представляете во многих случаях, что творится. Многие мне звонят, вот, ну, скажем, из тех, кто мне звонит и говорит, «У вас есть группа для детей, изучение Кур'ана?» Я говорю, да, приходит только 10%. И вот те, кто звонят и не приходят, я вижу, у них дома большие проблемы. У них дети начинают ослушиваться родителей, они просто начинают спорить, ругаться с родителями. Они уже из дома таскают деньги. Ну, у многих есть подозрение, что на наркоту, ну, у некоторых прямо вот говорят, что он увлекся этими, как это называют, ставками, да, фонбет, там, лиги ставок и так далее. То есть дети постоянно находятся в агрессивной среде. И эта агрессивная среда в мегаполисах, среди смартфонов, среди гаджетов, она будет все больше нарастать. Вы не знаете, где дети проводят время. В компьютерных играх, они проводят время во всяких там стримах, они проводят время во всяких там этих социальных сетях. Что перед ними выпрыгивает, какая реклама перед ними выпрыгивает, к чему призывают детей, вы не можете контролировать. И лучший, лучший способ это привязать их сердца к Хурану. Я понимаю это, будучи многодетным отцом, открыл класс для изучения Хурана. Но ко мне приводят только 10% детей из тех, кто звонит, из тех семей, которые звонят. Поэтому вы тоже стараетесь, во-первых, изучать Хуран сами, чтобы стать для детей авторитетами, чтобы дети приходили домой, и вы могли им читать Хуран. Сделайте так, чтобы Аллах и Его послание к Мирному Благословению поселились в вашем доме. Чтобы они всегда жили между вами. Чтобы когда вы к ребенку обращаетесь, третьим был всегда Аллах Всевышний. Чтобы когда вы ребенку ставите пример, между вами был пример Пророка Мирному Благословению. Сели вы кушать, сказали Пророку, так делать Мирному Благословению. Встали вы, сказали Пророку, так делать Мирному Благословению. То есть каждый шаг соотносите с тем, что делал Послан Николаев, Благословитель. И потом, вот сейчас много живет выходцев из Средней Азии, из Кавказа, из республик Поволжья, Урала, Сибирь, живет по Москве или по другим городам. Объединяйтесь, объединяйтесь со своими соседями, распределите дни недели, чтобы дети не болтались на улице, договоритесь, что в один день недели дети будут собираться в одной квартире. И один отец или одна мать будут поить их чаем и рассказывать об исламе. Другой день в другом доме. Вот так вот из квартиры в квартиру сделайте передвижные такие вот уроки Курана, наставления, кружки такие. И если эти детки из квартиры в квартиру, из таких семейных кружков изучения Курана и Сиры будут вот так вот передаваться из рук в руки, вы увидите, каков будет результат ничего.